МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как младшенький его все любили. Венечка, Венечка. Мы не Венечка называли, в семье его звали Веночка. Веночка. А Венечка, это его здесь, в Москве, стали называть. Он же очень долго вообще у нас пропадал, после того, как из университета его уволили, как говорится. Мы вообще о нем ничего не знали. Где он? Что он? Мама очень надеялась, что Венедикт у нас будет прославленным человеком. Она считала, что он такой умница и закончил золотую медаль. Когда он уезжал, Венедикт, в МГУ, в Москву, я говорю Венедикту, ну, смотри, пиши письма. А Борис говорит, и мне пиши. Он говорит, а тебе-то зачем? А вдруг любовь? Какая любовь? Он на него, какая любовь? Ну, когда уже Борис на следующий год проездом через Москву к нему заглянул в МГУ, в общежитие, спускается Венедикт, и около него целый хоровод девчонок. И все, Венечка, Венечка, все около него спускаются. Это называется, вот он мне говорил, что какая любовь? А там уже целый хоровод. Ну, они дружны были, маленькие. Очень дружны были. И Вена, и Борис. Позвонили из детского дома. Тамара, зайдите. Я думаю, что ж они там натворили? А мне говорят, повлияйте на своего брата. На Вену показывают. Не хочет ступать в пионера. Почему ты не хочешь ступать? Единственное только слово сказал. А я не хочу. Вспоминается мне эпизод, когда мы были в Левшанке, в луку отель-то были. Мы так долго добирались, с пересадками, месяц. Добирались в свои елшанки. Но это была война. Как сейчас помню, в этой темноте горе наше стонет. Хлебца хочу. Хлебца хочу. Хлебца хочу. Вот так вот все время конючат, конючат. Хлебца хочу. А Вена молчит. Ну, такой бледненький такой. Ой, он любил печки топить. Ему нравилась вот такая жизнь. А в Розаевке был случай такой. Ворю и Вену, как маленьких, поместили в детскую комнату. Приватзай в детскую комнату. Они не спали, а из-под всех кроваток вытащили всю обувь. У всех, кто вот там разулся и спал. И устроили паровозы. Сесричка, которая там занималась с ними, хохотала. Ну, надо же, вот. Уж видно действительно, что железнодороженьки. Вот первый приехал папа в 25-м году. Он приехал в Кандалакшу. Устроился на железной дороге. Железнодорожным рабочим просто. В пути. Путейцы, как их называют, да? Мы с мамой уже явились, когда мне было 5 месяцев. В 86-м году. Вот так и началась уже железнодорожная карьера. Потом его направили работать дежурным по станции. Станция Паяханда. Вот Паяханда у нас еще трое было. Я, Юрия, и Нина. А когда его немножко повысили в Чупу, перевели в Чупе, родились и Вена, и Борик. Дей, дей, выпьем его еще. Дайте нам Грогу стакан. Бетти, Бетти нам Грогу стакан. Да. Купили этот патефон и пластинок. Вот это первое наше было музыкальное образование. Мы впервые вот услышали Арии Запилет, помню, Гидроиц, Новикова. Ехал монах на храмом наследие, затремал наследие на седле. Песня пьяных монахов. Рядом красотка гнала овцу и обратилась так к отцу. Отец святой, молю, постой, на рынок подвези меня с овцой. Вот и Вена, и Боря полюбили именно эту песню. И оба были, еще говорили плохо. Да. Но пейли. Один с кочергой в руках, другой с этим, с совком. Игрушек не было. Игрушек не было. И вот они по всей комнате вот так круг делают и поют. Я только помню, как Вена сзади привязала овцу, он пел. Али и пилаль, аптю. Али и пилаль, аптю. И говорил он все почему-то на «з» и на «ты». Да. Меня звала Тамазя, Юрка Зюзя. Тебя звал... А у Венки когда спрашивали, а как тебя зовут, он говорил, Венить. Венить. Да? Да. Вот это я не слышала. Венить. Да. Был мамин любимчик. Помнишь, когда Вена потерял шапку? Вы мне рассказывали. Зимой потерял шапку. А Боря одел на него свое. А сам с голой головой явился домой. Да, он же заботился о доме младшего братья. Полтора года разница. Не хотели его в первый класс никак брать в Хибинах-то? Что? Еще ему 7 лет не было. Не было, да. Рареньке уже 8 весной исполнилось. А мама говорит, да он все уже знает. Примите его, они же привыкли вдвоем. С одним портфелем главное рекомендаем. Не надо второй портфель покупать и учебники одни. И учительница потом уже маму встретила. Да, вы правы, он все знает. А вот как он выучился читать и все, по-моему, никто с ним не занимался. Никто не заметил, как он это сделал. Он меня удивил. 21 год ему был. Говорил, вот хотел бы я побеседовать с таким человеком по вопросам жизни и смерти. Вопрос смерти бы интересовал. Он заявлял, что я не признаю никакие вопросы в этот наш. Такое впечатление, что он сам себя уничтожил. И вдруг я получаю, в 66-м, по-моему, году это было. Да, когда родился сын. Я вдруг получаю одно письмо, потом второе письмо. Нашелся Венедикт, вот, оказывается, он где живет. И у нас началась какое-то время, началась переписка. Мы больше избилились, когда уже... После смерти мамы. После смерти мамы, да. И он привез отпечатанные на машинке листы. Вот это свое, Москва, петушки. Сначала прочитала я. Все смеялась, потом уже плакала. Какой царапинчик. Какой царапинчик. Какой царапинчик. Малый износят. Пророчества, как тосты. И в добрый путь За край родной тоски. А черным дырам все равно Глотай, что наш, что звезды. Проснется утром венечка А вот и бетушки Проснется утром венечка Проснется утром венечка